Привет, я Иван и вы на канале Маэстро Барбекю. Сегодня мы с Лёхой сделаем офигенно пикантную курочку. А курочку мы приготовим на вот этом красавце, в пилетном гриле от Weber. Называется EX6 Smokefire. Или Smokefire EX6, Smokefire EX6. Так, подготовлю курочку. В своем деревенском магазине купил вот таких вот цыплят. Класс. Кизлярский нож. Подарок от подписчика, да. Приятный, черт возьми. Так, складываю сразу сюда. Блин, вообще как по маслу. Обычная или пилетная, как говорится? Слушай, обычная. Я брал, петелинка была по 300 рублей килограмм. А вот эта курица стоила 199 рублей килограмм. Так что я вот посмотрел, которую дешевле, то и взял. Все будет 4 курицы, потому что гриль большой. Замариную одинаково. И одинаково по жарю. И жду. Гром. Ты здесь? Красавчик. Гроза? Не красавчик. Не поймал. Блин, вот нож офигенная вещь, конечно. Хороший нож. Это 50% успеха готового блюда. Да, Гром? Ну, давай еще раз. Ай, красавица. Бедно шикнул, слышал? Все, идите отсюда. Так, что теперь делаем с курочками? Курочке надо дать вкусу. Хорошо присаливаю. Возьму аджику и хорошо посыплю все аджикой. Добротная такая аджика. Вкусная, она вкусовая. Она не столько острая, сколько вкусовая. Нашел на озоне. А теперь пользуюсь, да? Пацаны делают даже этикетку. Так что, если кому-то надо, пишите в телегу. Дам ссылку, где я брал эту аджику. Мы теперь с Лехой делаем рекламу. Только бренду Маэстро Барбекю. Поэтому вот, все, что кому нужно, пишите в личку. Буду рассказывать, где взял. Где достал. Она, видишь, такая вот. Как должна быть. Она не сухая, она влажная. Мне кажется, очень важно, чтобы она была не супер-мега-острая, но прям вкусная, да? Прям вкусная должна быть. Вот и я так думаю. Так, теперь перевернул курицу в тарелке. Там к мясу-то и так специи прилипнут. Там все нормально. Смотрите, какая аджика офигенная прям, да? Она кусочками. Там травки, я не знаю, какие. Комары меня за руку кусают. Все как надо. Да, Челех. Тебя кусают? Меня нет. Они просто хотят тебя заманить, так как ты приезжий к нам. Гость. Городское они кусают. Гость, да. Сейчас они тебя не кусают. Своего мяса наедятся. Сверху еще курочку. Делаем курицу на фоне курятника. Да. Но тех куриц, кстати, есть не будем. Во-первых, они не сушки, а это бройлеры. Это мясная порода, а та вот яйциновская. Соль. И опять аджички. Надо прям, чтобы все-все-все вкусно. Вот хорошие специи, отличный гриль с хорошими пилетами. Да, свой вкус. Ну, вроде все. Убираю в тенек, помою руки и будем разжигать гриль. Мы не стали мучиться, а запаковали плеты в мешки по 5 килограмм. Потому что 10-килограммовые много. Приходится из бункера сыпать. А вот 5 килограмм самое то. Как тебе, Олег, стопроцентный дуб? Сейчас именно на этом дубе и закоптим. Дождик идет, дождик идет, дождик начинается. Дождь? Да. Такая сегодня солнечно. Бриский что ли? Да. Не, бриский-то. Ну, я поставлю на 200 градусов, потому что надо его прогреть, почистить. А вон он заложен в курицу. Смотрите, стоят и ждут, когда их выпустят гулять. Кипиш у девок. А мы пойдем и яйца у них заберем. Не донесли. Не, не, не. Просто одна несется здесь. Одна несется. Здесь, кстати, еще тепленькая. Хочешь потрогать? А другая несется. Вот здесь. Три. Как, давай, сколько? Я думаю, что-нибудь есть. Я думаю, 12. Как курс его 10, как 12. Не знаю, может какая-то рекордсменка. Ну, что считай. 4, 5, ну, 10, да. Ну, кур 10, соответственно, яйца 10. Все разные, смотрите. Куры все разные, яйца у нас все разные. Возьмешь, папе? Да. Ну, это, блин, она дикая. Вот эти прикольные. Рыжие, они ручные. И, кстати, идет стройка. Мы перестраиваем вон ту часть. Поэтому с Лёхой сегодня как-то снимаем так сбоку, чтобы сменить картинку. Если нужно будет обзор, что, как я тут сделал. Покажем, Лёх? Да, это будет очень интересно. Но только за комментарий пишут. Да. Я давно им не пользовался и забыл его почистить и проколить после использования. Сейчас жир прогорит. Зачем я его до 200 разгоняю? Ну, потом включим смок-муст и будет вкусное-вкусное копчение у курочки. Гриль прогрелся. Чищу решетку. Горячая решетка очищается очень легко. Наверное, вот эту решетку сниму, да? Эта... Тяжелая. Какие цыпы. А вот тут вот, видите, тут много. Сюда перенесу. Ничего, если я так в кадре у тебя похозяйничаю. Даша? Нет, все, отлично выглядит. Берем щуп. Я ставлю вот в эту середину. Сейчас помою. Возьму еще один щуп. И ставлю вот в эту середину. Кстати, в смок-файр можно подключить 4 щупа. Но вот у меня нету 2 щупа. Поэтому только 2 щупа. Закрываем. Кстати, этот гриль под цеплинг Wi-Fi у меня дома. Я, находясь, например, в Москве, буду видеть, что происходит с этим грилем. И управлять им можно тоже. Например, понижать или повышать температуру. Функцию смок-буст. Это максимальное количество дыма. Сейчас температура упадет и повалит очень много дыма. И курица прокоптится. Кстати, вот моя семья копченая практически не любит. А вот копченая на смок-файре всем очень нравится. Щупы показывают, что в курице 55 градусов. Она, видите, уже такая золотистая стала. Офигенная. Ну, я думаю, будем делать где-нибудь до 83, да, прям, чтобы готовая-готовая была. Да, Леш? Да, да. В курице 73 градуса. Пора готовить соус. Хотя соус можно приготовить, ну, прям, как поставили курицу, можно и готовить. Для соуса возьму мацони. Ну, вот такое мне сегодня желание. А мацони это что? Мацони это, знаешь, это что-то типа йогурта, кефира. То ли грузинского. Очень много кто его делает. Такой свежий летний соус будет. Сюда, кстати, можно порезать просто огурчиков. Добавить зелье тоже будет очень круто. Но мы добавим... Огурцов соленых? Да, соленых. Я сюда добавлю горчички для пикантности, примерно половина чайной ложки. Я добавлю сюда укроп. Много, примерно чайную ложку. Так, хорошо перемешаю. В мацони есть и жиры, и кислота. Так что все это прекрасно растворится. Я сюда добавлю черного перца. Прям много. Чтобы курочку оттенить, наверное, тоже чайную ложку. А можно и побольше любить поострей, можно больше. Ну и, конечно же, посолить. Сюда примерно половина чайной ложки. Леха сейчас попробовал, говорит, кислит. Если вам кислит, добавьте сахарку. Но мне кажется, вот кислинка с копченой курицей будет отлично. У меня просто свежего укропа нет, но сюда хорошо бы подошел свежий. Вот сухой. Ну, в общем, все. Телефон сказал о том, что все готово, пора доставать. Достаю щупы. И достаю курицу. В курице сейчас 80 градусов. Она полностью приготовилась. Алеша, я что-то, как обычно, не засек. Я предпочитаю... Ну, мы, собственно говоря, все делали по температуре. По температуре, да. Барбекю – это история про температуру, а не про время. Ну, наверное, что-то часа три. Кожа чуть-чуть подсохла. Я рекомендую вам либо оставить так, если вам нравится. Вот мне нравится, я оставлю так. Если не нравится, можно смазать сливочным маслом, и тогда шкурка размягчится. Пойду возьму тарелочку, и мы все это попробуем. Будем пробовать. Это копчение. Это не кровь. Это... Это курица готова. То есть, если бы была кровь вот тут, это было бы плохо. И давай грудку скроем. Горячо. Это очень-очень вкусно. Это летнее свежее блюдо. Пишите лайки, ставьте комментарии. А за аджикой себе пишите в телеграм. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!